МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает Вести Ульяновск. В студии Гоня Рашарипова. Добрый день. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Спортивное сообщество хотело и сделало. В Димитровграде откроется первый в России центр бокса для женщин. После операции на ногах уже на следующий день. В регионе освоили новый метод удаления грыжи позвоночника. Поделки письма, одежда и продукты. Рассказываем, как ульяновские школьники, их родители и педагоги собирают помощь российским военнослужащим. Как раскрутить отечественную легкую промышленность до мировых брендов. Молодые модельеры и дизайнеры представили свое видение коммерческой истории. В Ульяновске сегодня продолжают устранять последствия ледяного дождя. С улиц выводят упавшие деревья. Три бригады на автовышках спиливают надломленные ветви. Наиболее сложная ситуация возникла на проспекте Нариманово, улице Радищева и Розы-Люксембург. За ночь за рук убрали 25 упавших деревьев. Для борьбы с гололедом использовано 95 тонн песко-соляной смеси и 4 тонны твердого реагента исключительно на тротуарах. Сегодня утром Ульгэс продолжил восстанавливать линии электропередач. В период непогоды зарегистрировали 29 обрывов сетей. Программа капитального ремонта продолжает действовать в Ульяновской области. Чаще всего по проекту жители многоквартирных домов хотят отремонтировать кровлю. Так, например, в Корсунском районе обновили пять крыш. Так, на улице Держинского 23-му дому требовалась замена кровли с 2018 года. Дом у нас давнишний. В 1979 году мы заселились в этот дом. И я считаю, что он был у нас самым проблемным. Что-то у нас какие-то были неполадки. То по тому, то по другому, то по третьему. За полтора месяца двухэтажный дом преобразился и избавился от одной долгой проблемы – протекающей крыши. Крыша у них как бы ласкатная, то есть совершенно новая. Был произведен демонтаж старой конструкции, убрали шифер, все дым-вентоканалы целиком полностью заменены. Новая стропильная система и закрыто все профильным листом. Теперь дом ждет обновления фасада, только сроки пока не обозначены. Всего же за несколько лет под программу капитального ремонта попали около 20 многоэтажек Корсунского района. В региональном штабе Народного фронта прошел круглый стол. Его посвятили итогам мониторинга ульяновских несанкционированных свалок. Напомню, по запросу УНФ был получен реестр таких объектов от городской администрации. Фронтовики, контролируя ход нацпроекта «Экология», наблюдали за состоянием свалки на Сельдинском шоссе, а также мусорных завалов на Охватково и возле парка Прибрежный. На карандаше экспертов фронта также засыпанная песком свалка в поселке Борьба. На этом месте ранее были самовольно построены гаражи, были смотровые ямы, были погребы. И действительно, сейчас там часть каких-то материалов, то есть они были засыпаны, соответственно, чтобы не было пустот и не представляли опасности для жизни и здоровья жителей. К требованию судебного акта о рекультивации такой обязанности у нас не возлагается. Но активисты фронта не соглашаются. Рядом с Вияго и отходы, спрятанные в песке, могут оказаться в реке. В ходе диалога областные чиновники отчитались в подготовке проектно-сметной документации на ликвидацию четырех свалок. Сейчас они проходят госэкспертизу. В случае успеха есть шанс привлечь федеральные и региональные средства. Но представители УНФ считают, что сделать это в будущем году вряд ли удастся. Бюджет страны практически сверстан. Хотя есть другой вариант. Сентября изменилось законодательство. Муниципалитеты будут ежегодно получать солевые деньги от федералов. Накопив финансы, можно постепенно ликвидировать свалки. Неоднократно поднимается вопрос на уровне лидера нашего президента Владимира Владимировича о том, что экология является актуальнейшей темой нынешней ситуации. И часто поднимаются законопроекты, которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону. По словам Светланы Суворовой, на данный момент бороться с несанкционированными свалками приходится традиционными методами. Это удаление мусора и мониторинг проблемных точек. В ходе круглого стола выработаны решения. Народный фронт направит письма в город и область с просьбой предоставить информацию о сроках ликвидации несанкционированных свалок. А еще дать оценку деятельности ответственных лиц. Первый в России центр бокса среди женщин появится в Димитровграде. Его строительство обсудил Алексей Русских на встрече с представителями Федерации бокса России. На объекте по плану смогут заниматься около 200 спортсменок, причем не только из Ульяновской области, но и со всей страны. Он легко возводимый объект спортивный. И он будет являться центром притяжения для учебно-тренировочных сборов, для проведения микросоревнований. Конечно, не чемпионатов в России, понятно, но это мастер-классы показательного наступления. Это обучение, повышение квалификации тренеров. Я считаю, это будет очень большой подспорь с точки зрения развития бокса и достижения определенных результатов. Мы хотим золотую медаль олимпийскую. Проект создания такого центра инициатива самого спортивного сообщества полностью реализуется своими силами. Ради процветания бокса на Ульяновской земле и в России регион идет навстречу и готов рассмотреть варианты возможной помощи. И надо продумать на момент ввода в эксплуатацию, каким образом эти эксплуатационные расходы коммунауку можем было бы взять на бюджет, заниматься нашими справовыми управлениями. Это позволит сделать занятия в центре бокса среди женщин бесплатными для детей. Строительство спортивного объекта должно быть завершено до конца следующего года. ЛДПР поддерживает объединения ПФР и ФСС. Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной Думе Сергей Леонов оценил значение пакета законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования. Единый социальный фонд объединит в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Новая структура упростит возможность получения мер соцподдержки для граждан. Поэтому фракция ЛДПР инициативу поддержит, подчеркнул депутат Сергей Леонов. Объединенный бюджет фонда принимается впервые. Это очень важная инициатива. Впервые объединяются два фонда. Если мы не поддержим, то не будет ни бюджета, ни пенсий, рассказал парламентарий. Фонд еще и будет оператором универсального пособия для детей. Этот закон подписал президент, и ЛДПР поддержала его во всех чтениях. Чтобы наши дети могли получать пособия с момента беременности мамы и до 17 лет в одном окне. А вот развитие фонда обязательного медицинского страхования фракция не поддержит. Документу пока еще много вопросов, подчеркнул Леонов. Эта структура оттягивает бюджетные деньги на себя. Штрафуют больницы, зато себе сотрудники фонда выписывают премии. Мы не можем такое позволить. От страховой медицины вообще нужно уходить и переходить на прямое государственное финансирование, сказал депутат от ЛДПР Сергей Леонов. Врачи Центра специализированных видов медпомощи освоили новый метод операции по удалению грыжи позвоночника. Среди главных преимуществ – малоинвазивность. А встать на ноги пациент может уже на следующий день. Подробности в репортаже Ирины Шмыговой. Здравствуйте. Как самочувствие? Отлично. Сегодня Дмитрий Сережкин спокойно ходит, но еще недавно его мучили сильнейшие боли в спине, которые отдавали в левую ногу. Избавиться от неприятных ощущений помогла операция. До операции передвигался очень сложно. Фактически, можно сказать, в последнее время почти уже не ходил. После операции хожу, боли нет, ощущения в ногах. Все присутствуют, ничего никуда не пропало. Несколько дней под присмотром врачей и Дмитрий готовится к выписке. Скоро пациент сможет вернуться к привычному образу жизни. Все благодаря грамотно проведенной операции по удалению грыжи диска позвоночника. Раз мы удалили пораженный диск, то вероятность рецидива исключается в перспективе. Вместо диска устанавливается межтеловой имплант кейдж. И все эти сегменты, оперированный сегмент, фиксируется дополнительно, фиксируется металлоконструкцией специально транспитикулярными винтами, что в перспективе также позволяет избежать формирования нестабильности в этом сегменте, чтобы позвонки по отношению друг к другу не катались. Операция малоинвазивная. Делается с помощью небольших разрезов. А встать на ноги пациент сможет уже на следующий день. Мышцы разводятся уже, не секутся остро, не рассекаются скальпелем. Соответственно, гораздо меньше объем кровопотери, что очень хорошо сказывается на пациентах. Мышцы разводятся тупо, меньше болевой синдром в перспективе, потому что мышечные ткани практически не травмируются. И, соответственно, заживает это все гораздо быстрее. Нейрохирурги Центра специализированных видов медпомощи проводят операции по удалению грыжи позвоночника любой сложности. Проконсультироваться со специалистами можно в поликлиническом отделении на Корюкино, 28, с понедельника по четверг. Начало приема в 13.00. Ирина Шмыгова, Идамир Губеев, Вести, Ульяновск. Перезагрузка по-Ульяновски. В регионе запущен проект для мам, находящихся в непростой жизненной ситуации. В течение двух месяцев с ними будут работать врачи, психологи и тренеры. Главная цель – внести разнообразие в будний хранительниц домашнего очага. Начали с главного – с заботы о здоровье. Доктор проводит общий осмотр, выслушивает имеющиеся жалобы на самочувствие и дает рекомендации для сохранения хорошего состояния организма и в будущем. Наш доктор дает такой полный ответ на то, как поддерживать себя в рамках нашей жизни. То есть, опять же, если мы касаемся режима, допустим, труда и отдыха, сна и бодрствования и характера питания, по сути, это к медицинской, казалось бы, теме не относится, это к образу жизни относится, но влияние этих факторов на здоровье уже общеизвестны, все эти исследования приведены. Порядка 70% нашего здоровья зависит от того, как мы живем, что мы кушаем, как мы спим и как себя чувствуем психоэмоционально. Бодрое эмоциональное состояние также поможет поддержать психолог, тренер по йоге, организаторы различных мастер-классов и, конечно же, стилисты. С ними участницы познакомятся по ходу проекта. В месяц запланировано не более трех-четырех встреч. Изначально как-то страшно оставлять детей, да, кажется, что ты их чем-то обделяешь, а когда начинаешь участвовать, понимаешь, что на самом деле не так, потому что после таких мероприятий обычно приходишь домой с хорошим настроением, воодушевленная, я бы даже сказала, счастливая. И от этого поднимается настроение. Поднимается настроение не только у меня, но и у моей семьи, у моих деток. И жизнь кажется не такой сложной, а на самом деле очень даже интересной. Мы хотим создать сообщество успешных, ярких, красивых мам, объединенных не только какой-то проблемой одной общей, но и общими победами и общими целями. Искать их и идти к новым личным достижениям будут не только жительницы областной столицы. Участницами благотворительного проекта «Преображение» стали и 10 мам из районов области. Гульнара Шарипова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Это «Вести Ульяновск». И мы продолжаем. Ульяновские школьники, их родители и педагоги активно включились в сбор помощи российским военнослужащим. Посылки солдату собрали и в 56-й школе. Ученики 5-го класса своими руками сделали поделки. Айдар Ибрагимов, например, смастерил универсальную подставку из дерева. Я сделал эту подставку для того, чтобы военные могли поставить туда зеркало или телефон для всяких, ну, для их дел разных. Там надо им что-то побрить, побриться или что-нибудь еще сделать. Я сделал талисман в виде сердечка для военнослужащих, чтобы можно было куда-нибудь повесить. И всегда этот талисман будет допоминать о своих родных, близких. Кроме подделок в коробках одежды и продукты питания, на собранные в школе средства также приобрели планшеты и зарядные устройства. И очень приятно, что ребята откликнулись на этот наш марафон. И действительно очень много мы собрали. Будем надеяться, что все это пригодится нашим воинам, нашим защитникам. В зону специальной военной операции посылки отправятся уже в ближайшее время. Купи открытку, спаси жизнь. В крупных отделениях почты Ульяновска начали продавать благотворительные открытки. Вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей. Проект по всей стране был запущен в прошлом году. Теперь к нему присоединился и Ульяновск. Это совместная инициатива компании с благотворительным фондом «Линия жизни». Сейчас в ней участвует более 2000 почтовых отделений в 60 регионах России. На открытках изображены детские рисунки. Рисовали подопечные фонды «Линия жизни» и дети наших сотрудников. Проводился специальный конкурс среди детей сотрудников почты. И работа победителей размещена на этих открытках. Благотворительную открытку можно приобрести не только в почтовом отделении, но также заказать онлайн. С момента запуска проекта в начале 2021 года Почта России перечислила на лечение тяжелобольных детей более 600 тысяч рублей. Коммерческая история. Будущие специалисты индустрии моды и дизайна соревновались в тонком мастерстве швейного дела и набирались опыта у старших коллег по цеху. В Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна подвели итоги профессионального конкурса. В названии «Коммерческая история» капслоком выделено мерч. Это и было главным заданием конкурса. Молодым дизайнерам и модельерам следовало создать мерч – функциональные вещи с символикой бренда. Мерчем могут быть сувениры, аксессуары, одежда и даже мелкие гаджеты, что и продемонстрировали студенты. Мы и организовали этот конкурс, чтобы подчеркнуть, насколько талантливые дети есть у нас в России, насколько новое поколение может дать нам новый виток и сделать что-то большее, чем было сделано до этого. Полтора месяца команды из шести человек сначала разрабатывали бренд, затем превращали его в мерч. Названия самые разные – «Смельчак», «Полетаем», «Будь музой» – отобразились они и на одежде, и на аксессуарах. Сумка, она большая, вместительная, также в ней есть дополнительный мешок для любых вещей, там мелочевки, может даже обувь сложить. В финальный день показа в демонстрационном зале техникума в жюри собрались дизайнеры, известные не только в Ульяновске, но и во всей стране. Судили строго и при этом не скрывая восторга. И все-таки жюри пришлось выбирать лучшую команду. В этот раз ей стала «Органик тайм». «Органик тайм» – это органические продукты всякие. Мы выбрали именно такие природные цвета, которые будут сочетаться с природой и сами собой. Организаторы конкурса «Коммерческая история» планируют, что со временем он вырастет до всероссийского масштаба и станет первой ступенью в карьере молодых дизайнеров, которые раскрутят отечественную легкую промышленность до мировых брендов. Мадина Исмаилова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери. Повсеместно проходят концерты, конкурсы, акции, выставки, посвященные праздничной дате. Особенно любят День матери в школах и детских садах. В одном из дошкольных учреждений Заволжского района Ульяновска прошел круглый стол, главными участницами которого стали мамы его воспитанников. Это традиционное мероприятие в деятельности учреждения. Оно направлено на взаимодействие с родителями, на улучшение микроклимата в семье, на оказание помощи в воспитании и обучении подрастающего поколения. С родителями беседуют педагоги, вопросы просвещения детей решают в формате викторины. Ну и, конечно, какой праздник без танцев, стихов и песен. Мы узнаем много нового в законодательном плане, то есть для нас тоже очень важно, как для родителей. Затем мы узнаем о работе детского сада, о целях, задачах, которые ставит детский сад, так же, как и у воспитателей перед детками. Ну и хочу сказать огромное спасибо, что приглашают на нас такие мероприятия. Очень приятно. Кульминацией праздничного мероприятия стал мастер-класс по изготовлению куклы. Своими руками мамы сделали оберег радость, символ благополучия и процветания семьи. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам хорошего продолжения дня и до новых встреч в эфире. Пустырников много, а пустырник Форте Эвалар один. Только в нем особый алтайский пустырник. Он может не только успокаивать, но и снижать давление, выравнивать ритм сердца. Выбирайте пустырник Форте Эвалар и почувствуйте разницу. Нечем платить кредит? Работаете день и ночь. Жизнь превратилась в гонку. И кажется, что выгода нет. Обратись в Росбанкрот. Верни себе спокойствие. Сейчас в Ульяновске около ноля. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова